Всем добрый вечер! Мы продолжаем изучать книгу Равы Шерки «Хедуш Гадоль. Великое обновление». И в прошлый раз мы начали тему идолопоклонства. У нас была очень горячая дискуссия. И сегодня мы с Божьей помощью закончим, потому что остался последний четвертый отрывок этой темы. Перед вами текст на русском, на иврите. Читающие читают, как удобно. Можно перебивать, спрашивать, поскольку не всегда тут все просто. Я немножко напомню, что мы начали, потому что довольно горячо велось обсуждение. Итак, в древние времена этого поклонства было основной духовной силой, с которой сражались наши отцы. Мы видим, что в Танахе огромное количество страниц уделено борьбе с злопоклонством. То есть это был самый главный противник духовной народа Израиля. И во прошествии лет эта война закончилась почти абсолютной победой Израиля, евреев. И ключевое слово тут «почти». Я его выделил, потому что в прошлый раз мы обсуждали, что есть ли сейчас идолопоклонство или его нет. То есть, насколько я понимаю, победа абсолютная, но почти абсолютная. И дальше вот этот отрывок заканчивает тем, что склонность к однопоклонству еще не исчезла полностью из мира. Поэтому эта тема все еще актуальна с определенных точек зрения. Как мы знаем, в народе Израиля было очень много пророков, то ли 600 тысяч, то ли в каждом поколении по 600 тысяч. Но в Танахе были оставлены только те пророчества, которые на все времена, которые останутся всегда актуальными. И тогда получается, учитывая, что там так много внимания уделено в борьбе с идолопоклонством, плюс один из шести запретов в ННОХ – это запрет идолопоклонства. То, что так мало это повышает значимость каждому из них. Поэтому мы должны как-то разобраться, мне кажется, что есть идолопоклонство в наше время, в нашей культуре и так далее. Потом мы обсуждали то, что идолопоклонство – это определенный этап в развитии человечества, которое оно неизбежно проходит и что-то для себя выносит. Также на одном из предыдущих уроков мы читали, что то же самое происходит в жизни также индивидуума. Что человек, ребенок, когда он растет, распишет, что он рождает с идолопоклонником. Потом он проходит этап философа, такого абстрактного, который все подвергает сомнению. И после этого, пройдя вот эти два необходимых этапа, человек уже получает шанс найти какой-то баланс, то есть прийти к истинной вере. И в конце Раф подходит к такой теме идолов в плане культовых певцов, футболистов и так далее, что можно это назвать поклонением или нет. И тут он пишет такие интересные вещи, что у людей есть потребность иметь внешние объекты для почитания. И вот это как раз видно в поклонении звездам кино. Мне представляется, что многие люди любят читать какую-то светскую хронику и так далее. То есть, возможно, они в этом видят какую-то запредельную волшебную жизнь каких-то удивительных людей, и это их влечет как-то за пределы себя. Что-то они в этом находят. И все, что здесь Раф пишет, что вот это самостребление, как сказано в книге Кузырь, твое намерение желанное, твои действия желанное, что в нем есть какая-то искра истинная. Ее нужно как-то извлечь. И дальше речь шла о том, что во-первых, у Тора нет никаких претензий к народам идолопоклонникам, если они занимаются этим за пределами земли Израиля. Вся атака против идолопоклонства была направлена на идолопоклонство в земле Израиля, потому что земля Израиля – это дворец царя, и в нем нужно вести себя подобающим образом. И поэтому Раф пишет, что вот это примеры идолопоклонства народов мира за пределами земли Израиля, они не так деструктивны. Этих людей нужно просто разбудить и перенаправить вот это их стремление, что не нужно крушить фанатичных идолов, нужно исследовать, понять, что именно ищет человек, и направить его к служению Всевышнему в соответствии с его склонностями. Это мне напомнило, опять же, сказку Рабина Ахмана «Баэтфила», где описывается, что люди выбрали себе десять смыслов жизни, которые являются павшими в наш мир десятью сферот или десятью друзьями из свита царя. Ну, это смыслы такие, как, опять же, искусство, спорт, здоровое питание, деньги, понятное дело, наука, и всего их десять. И они как бы сгруппировались, построили себе государства, в которых каждый поклоняется определенному смыслу жизни. И что интересно, что как дальше описывает Рабина Ахман процесс исправления этих людей, и он идет довольно-таки мягко и бескровно, что каждая из этих групп людей, она находит в итоге этого персонажа из свита царя и выбирает его своим царем. То есть те, для которых выбрали, что главное для них – это познание мира, они встречают в итоге мудреца из свита царя, делают его своим царем, и он их уже исправляет, он уже подключает их в общую систему. Те, которые там выбрали смысл жизни искусство, какую-то красоту, они в итоге находят вот этого павшего из высших миров придворного поэта, который в высших мирах воспевал царя, и в итоге он их направляет к тому, чтобы они свою страсть к красивому, к прекрасному направили на воспевание царя. Мне кажется, об этом как раз здесь примерно идет речь. О мягком направлении вот этих всех страстей, направленных на какие-то вот эти определенные смыслы жизни, вокруг которых люди и сейчас в нашем мире группируются. Мне как-то так видится то, о чем мы прочитали, прежде чем мы перейдем к последнему отрывку. Очень здорово, да, про сказки Равинахуна. Я просто хотела добавить, просто прошлый раз мне показалось, как это немножко непонимание между нами по поводу, так сказать, идолопоклонства летом по поклонению каким-то кумирам Москмедиа или другим в нашей жизни. И очень Натан возражал против того, чтобы называть это глупоклонство. Я думаю, мы можем найти, Натана сейчас нет, но в принципе можно найти некий компромисс. Потому что реально, действительно, я много раз про это слышала, и в Томуде написано, что стремление кетопоклонства в той сильной форме, в которой оно было, ушло из мира. Можно обсуждать, почему. Известная история там про мудрецов, которые сидели в бедметраше и обсуждали, и он называл царя Минаше злодеем, а потом царь Минаше появился ему во сне и объяснил ему, что у него были глубокие, очень глубокие познания в царе, и он по многому превосходил. И тогда удивился Рава, скажет, вы при всем этом поклонялись, если бы ты жил в наше время, ты бы задрал что-то, чтобы бежал за идолами. Ну, понятно, что для того, чтобы бежать быстро, нужно платье задрать. То есть время изменилось очень сильно, не говоря уже по сравнению, уже во времена мудрецов, во времена Толмуда этого стремления в той форме, как оно было во времена первого храма, уже не существовало. Можно обсуждать, что произошло с миром, почему он так изменился, что к этому привело. Может, просто взросление человека привело, как в примере, как мы говорили, про индивидуальную ситуацию, когда человек вырастает, у него теряется уже такое непосредственное восприятие мира, как в Лопако, как в Лопако, приходит к анализу, к сомнениям, к размышлениям, к рациональному взгляду. И так, в общем-то, в нашем мире в полном объеме нет Толмогонства, конечно. А то, о чем Раф говорит, это некоторые его, как это говорится, навредя вак, не знаю, как это привести. Отдаленные какие-то свойства, какие-то параметры Долмогонства небольшие, какие-то искренние Долмогонства, не знаю, как это называется. Что-то, что характерно для Долмогонства, но гораздо в миниатюре, гораздо в меньших масштабах. Даже эти, так сказать, сумасшедшие поклонники, они все равно как бы не принесут никаких человеческих эффектов этому любимому певцу, даже если это Элли Эспрессо. Вот это то, что я хотела добавить. То есть, как бы, есть граница между, возможно, есть некоторые последователи, которые ведут отсутствие до того, что есть сейчас, что было когда-то. И где-то есть граница, что то, что сегодня нам представляется вопоконствами. То, что люди очень любят это, и в чате это тоже люди так говорят. Вот, всему поклоняются, поклоняются деньгам, поклоняются успехам. Нельзя в полной мере назвать вопоклонствами. То есть, можно так сказать, что требуется, скажем, от Бен Ноаха, который хочет соблюдать шесть вот этих запретов. Что и двупоклонство, в нашем понимании, как нам говорят раввины, это прежде всего он должен как бы отстраниться от христианства, не читать Новый Завет, не ставить свечки, не ходить в церковь и так далее. Опять же, там огромное количество разных деталей. Если он это уже сделал, то дальше он может устрожать, искать в себе, где там во мне поклонение деньгам или еще чему-то. То есть, это уже как бы дополнительное устрожение. Ну да, просто я хотела сказать, вообще мне не стоит смешивать, потому что люди склонны расширять эти самые заповеди до разных направлениях. То есть, как это, например, воровство там даже, ну не знаю, был такой ролик, в котором приводились примеры, которые на самом деле реально под заповедь не попадают, чисто юридически. А то, что вот человеку действительно нехорошо там, как бы, что-то похожее на воровство, воровать идеи, ну не знаю, что там. Я сейчас просто не помню, у меня в тот момент это, то, что смешивают реально формальные границы заповеди, за которые действительно полагаются наказание, возможно, и что действительно это входит в строгий запрет с теми вещами, которые в духе. Это тоже очень хорошо. Хорошо дух запрет соблюдать, но различать между действительно строгим формальным запретом и пожеланием быть вообще как в духе, это все-таки и фальшая разница. И на самом деле, когда начинается смешение, тогда уже человек, ну, это неправильно с точки зрения, с точки зрения идеологической. Надо знать, до сих пор это заповедь, а дальше я хочу острожить, хочу вести себя человечески, даже там, где это никак не попадает под запрет или под заповедь. Человек должен отдавать себе отчет, да, где заповедь Тора, где заповедь Дарабана. Да, 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 и так вот у евреев очень важно, потому что у евреев вообще есть практически применение, да, например, когда ситуация болезни, например, когда можно все нарушать, когда можно нарушать только Дарабана, когда вообще не желательно ничего нарушать. Все это зависит от ситуации. И нужно, так сказать, разбираться в этом. Умная нога с этими вещами проще. Ты знаешь границы заповеди? Это входит. Значит, это нарушение. А это как бы не входит, хотя очень похоже и близко, и желательно нарушать, но надо понимать, что это все же... А Дарабан вообще не обязан. Ну, конечно, хорошо быть хорошим человеком и поступать в духе заповеди, даже тогда, когда это не сходит. То есть есть конкретный запрет, да, есть уже дальше область морального совершенствования человека. Правильно, правильно, совершенно верно, да. Так, ну хорошо, если нет вопросов, пока мы прочитаем. Нет, есть на самом деле, Андрей, у меня остались еще с прошлого раза, только, может быть, попозже, я спрашиваю сначала, почитаем? Ну, как Андрей сказал. Давайте это читаем про религию, а потом... Да, потому что, возможно, здесь найдутся ответы на них. Пойдем по колоссе. Окей. Да, тут как раз тема искусства, ценностей. Итак, религиозный экстаз. Религиозный экстаз, который не основан на раскрытии, да, но тут имеется в виду раскрытие божественного, да, Итгалута, или откровение. Откровение. Откровение, да. Вот такой религиозный экстаз таит в себе опасность. Ведь в тот момент, когда Всевышний раскрывается, тогда ясно, что это пробуждает сильные чувства, воображение, переживание любви, сильное волнение и так далее. И они пробуждаются в человеке как следствие раскрытия и несут положительную ценность. Эстетика, сфера ГОД получает настоящую ценность в момент, когда она связана с НЕЦАХ. Но когда есть разрыв между ними, получается искусство ради искусства, красота ради красоты и тому подобное. Ну, тут идут термины из кабалы, надо немножко пояснить, да. Да, ну, сами даже слова ГОД – это роскошь, великолепие, НЕЦАХ – это вечность, да. То есть получается, и опять же, НЕЦАХ – это мужское начало, ГОД – это женское начало. То есть ГОД, великолепие, роскошь, она служит облачением для Всевышнего, да. То есть вся вот эта красота великолепная этого мира, она служит одеждой Всевышнего, да. И если мы это осознаем, это помним, то мы как бы возвеличиваем Всевышнего, да, тем, что мы как бы наслаждаемся какой-то красотой. Или воспеваем его, опять же, в каких-то песнях и гимнах. Но если, как бы, получается, отделяется НЕЦАХ от ГОД, если отделяется в нашем сознании тот, кто прославляется вот этим всем прославлением, тогда, собственно, остается вот то, что называется искусство ради искусства. Так, идем дальше, если я нормально все это раскрыл. Да, я думаю, нормально, но как бы в этой вот, что действительно, мне кажется, характерно и опасно в искусстве ради искусства, то, что оно теряет ориентиры, идеалы божественные. Почему, собственно, в чем, собственно, разница? Человек религиозно написал книгу или нелигиозно? Он не обязательно должен был писать о религии, например. Ну, наверное, у многих религиозных людей там книги Рава Сабата, например, очень интересные, очень хорошие книги. Там есть какие-то ассоциации, потому что он живет в этом мире, как бы цитат в каком-то смысле. Они попадают, как у Шоу Малейха, например, тоже люди, которые учились в детстве Таруа, они живут, эти цитаты, для них это как бы часть мышления, как для человека, который читал Венчика Ерофеева и немедленно выпил, это для него как бы тезаур, понятные мир ассоциаций. Но, в принципе, он пишет не о религии, и, тем не менее, книга человека, как бы боящегося Бога, скажем так, в терминах Тары, она отличается от того, который не боится, потому что у нее есть моральный ориентир у книги, у своего произведения. У него есть серьезные вопросы, которые он ставит, и она затрагивает какие-то внутренние, душевные руны, не знаю, как это сказать, это немножко звучит, штаб такой, но что-то такое настоящий человек. Поэтому есть большая разница, искусство ради искусства, просто эстетика, она оказывается неморальной, да, в каком-то смысле. Рам, строится для того, чтобы тебя подавить с твоими великолепиями. К примеру, может быть, я не права, но... Просто хотелось уточнить, да, если вы не согласны, то я... Да, да, спасибо, Нахама. Итак, продолжим. Значит, если Нессах отделяется от... Ход отделяется от Нессах, тогда остается искусство ради искусства, красота ради красоты и так далее. И в результате этого стоит перед нами прекрасный и одновременно приводящий в отчаяние мир, мир, в котором нет встречи с абсолютным другим, с тем, кто сказал, и возник мир. То есть, получается, я от себя добавляю, вот эта красота мира, она должна вести нас к встрече с тем, кто скрыт за этой красотой. Вот, а если этой встречи нет, то вся эта красота, она приводит в отчаяние, потому что она к встрече, собственно, не приводит, да, мир получается оторванным, одиноким, находящимся в изгнании и так далее. Смысл выражения ценности ради ценности в том, чтобы взять одну из ценностей и превратить ее в единственную ценность, да, ценность – это может быть вот искусство, красота, то, что здесь привел пример Раф, да, или какая-то другая ценность. Да, это то, что лежит в основе идолопоклонства, да, вот здесь вот Раф дает определение корня, да, духовного идолопоклонства, что есть в мире разные ценности. Ну, Раф там привел искусство и красота, да, если, как бы, по Раби Нахману идти, да, то это, опять же, наука, деньги, война, любовь там и так далее. И вот если человек берет только одну и всем остальным, получается, он приносит ущерб, вот это и есть идолопоклонство. И дальше цитата из Шмот. «Приносящий жертвы Элогим, да будет истреблен только Гошем одному». И вот это слово «левадо», которое здесь идет в Торе, Раф объясняет его значение. Одному от слова «соединенный», «объединенный», «единый». Человек, который приносит жертвы лишь одной из ценностей, этим действием наносит ущерб всем остальным ценностям. Да, мы как-то учили тоже на одном из прошлых занятий по этой книге, да, что чем отличается еврейский монотеизм от других монотеизмов, что он монотеизм инклюзивный, включающий в себя все, объединяющий. Бывает монотеизм эксклюзивный, да, например, как исламская формула «ля илляха илляла». Да, нет богов, кроме бога, да, что выделяется что-то одно из ряда. Одно, да, и здесь одно, но здесь одно другое, включающее в себя все. Итак, человек, который приносит жертвы лишь одной из ценностей, этим действием наносит ущерб всем остальным ценностям. Каков же правильный путь? И вот эта цитата, вторая часть этой цитаты, «только Гошем одному». Имя Авая или Гошем, да, четырехбуквенное имя. Это имя, соединяющее все ценности, которое дает смысл всему. И здесь сноска, что в этом Раф основывается на Рамбане, на Хмониде, комментарии Квейкра 1.9. Так что высказывания вроде «Искусство ради искусства» или «Красота ради красоты» фактически выражают современную форму греха и долопоклонства. Вот мы, собственно, закончили на том, как идолопоклонство выражается к современности. Ну, мне это как раз очень хорошо знакомо, поскольку я занимался музыкой в молодости. Да, существует вот такой взгляд на мир, что, допустим, ну, это не о поклонниках, музыкантов больше, а чаще о самих, кто делает, допустим, какое-то искусство. То есть они говорят так, я не буду создавать семью, потому что это помешает моему творчеству. Вот. Я знал лично таких людей, да, и это довольно как бы распространенная среди творческих людей идеология, да, то есть это то, о чем как раз говорит Раф. Они берут одну ценность и приносят ей в жертву другие ценности. Или, например, какой-то спортсмен, да, для которого важно не то, что который для здоровья занимается физкультурой, а для которому важно, значит, победить в Олимпиаде, поставить рекорд, да, и он как бы изматывает свое тело, то есть приносит в жертву свое здоровье, да, ради того, чтобы там прославиться, опять же, или поставить какой-то рекорд в спорте, да, фактически он там приносит, наносит ущерб другим ценностям, да, или там какой-то ученый, да, который тоже там приносит свое здоровье в жертву, там не спит, не ест, да, исследует какой-то микрокосмос или макрокосмос. Вот так мне представляется, да, о чем здесь говорится, что когда выделяется одна ценность из других, да, вот это вот может быть форма идолопоклонства, и как раз всегда в таких случаях есть именно жертва, да, что человек именно чем-то жертвует там здоровьем своим или там как бы других и так далее. Они же зарабатывают деньги. Ну, другой вопрос, да, вот опять же, опять же, там есть вспомнить мою молодость, да, вот заниматься рок-музыкой ради денег нам казалось чем-то низким, а ради искусства чем-то высоким. А на самом деле это наоборот, да, если человек, ему нравится там играть на каком-то инструменте, и он делает это ради денег, да, это его заработок, все нормально, то есть у него это встроено во все остальные ценности. А если он говорит, что искусство ради искусства – это какая-то более высокая цель, да, там, мне не важно, там, сколько я заработаю и так далее, я хочу делать чистое искусство. И вот это вот как раз является идолопоклонством. Мы же обычные люди тоже убиваем себя на работе. Тоже интересный вопрос, да, как раз, мне кажется, в этом как раз огромная область, да, для внутренних выяснений, да, почему я убиваю себя, как бы, ради чего я делаю там, или это извне навязывается там это, или я еще там чем-то жертвую ради того, чтобы заработка и так далее. Как раз вот это, возможно, и есть область вот этого дальнейшего морального роста через самоанализ. Я бы с удовольствием читал книжки. Ну да, да, согласен. – Так, есть что-то добавить? – Есть, по-прежнему. – Ну, лично хотел спросить же, да. – Да, Гриша. – Ну, если можно, у меня вообще два разных вопроса. Первый касательно того идолопоклонства, которое связано именно с божествами, ну, так мы это назовем. То есть, если взять, допустим, древность, вот я просто хочу понять для себя, для общей картины мировоззрения. Я всегда думал, что вот эти все баалы там и прочее, это вот, как говорится, истуканы. Есть у них уши, которые не слышат, руки, которые там не осязают и так далее. То есть, короче говоря, просто глупость, деревяшка. Вот. Или есть другой подход, что это все-таки какая-то сила реально существующая. Вот. То же самое можно сказать, например, то есть спросить про современных там всяких индийских богов, всевозможные там Шива, Кришна, там Вишну и так далее. Вот. То есть, три варианта. Первый вариант – это что-то несуществующее, просто человеческая выдумка. Второе – это существующие силы, которые враждебны Богу. Третий вариант – это существующие силы, которые, естественно, не враждебны Богу. Вот. Они входят там в состав, ну, скажем, небесного воинства и так далее, но просто не следует им поклоняться, так же, как не следует поклоняться Солнце и Луне. Это вот первый вопрос про суть вот этих божеств. А второе – насчет современных форм идолопоклонства. Мне просто кажется, что не все так просто, что современные формы возникают всегда как ответ на что-то. Возьмем, допустим, какой-нибудь народ, у которого там его земля захвачена. Понятно, что у него будет сверхценная идея – независимость. И фактически эта независимость превращается в идола. Вот. И то же самое мы можем сказать про спортсменов. Хорошо. А если они не для себя, а тот экстаз, с которым они там плачут, когда поднимается их национальный флаг? Это тоже из той же серии. Вот. То есть, вот как здесь разграничить? И что здесь хорошо, что плохо? Очень трудно сказать. Ну вот, пожалуй, вот моя ремонтка. Во-первых, действительно трудно сказать. Каждый человек на своем месте. Он делает свой тяжелый. То есть, взвешивает то, что важно, что не важно. И это все зависит от его характера, от его склонности, от времени, места, где он живет, чем занимается. Иногда вещи требуют жертвы, и тогда ты пренебрегаешь чем-то, может быть, и важным. Ради чего-то, что тебе кажется, более важным. Но ты в этом можешь и ошибиться. Поэтому никто не дает гарантии. И тем более, ответ нам никто готового не даст. По поводу сути богов. Я не думаю, что я специалист. Но мне кажется, что никто никогда не верил действительно, что какой-то сделанный руками человека бог, он и сам и есть бог. Вот я сделал его, и мы поклоняемся. Мне кажется, это были всегда символы какой-то силы конкретной. Подородие, тому сего. Ну и легенды народов, они как бы рассказывают о богах как каких-то существах высших. Является ли это реальным воплощением какой-то действующей в мире силы? Или я как бы сама выделила эту силу как важную, ценную, и наделила ее там антропоморфными свойствами, да, человеческими. То есть, в принципе, как бы, ну то, как мы говорим о смерти, да, как, ну это интересно, как это описывает мой любимый фантаст врач, он у него там один из героев постоянных, это смерть. То есть, он, с одной стороны, как бы, у него есть и личность, у него там живет где-то, у него даже есть там, как бы, внучка, но неважно. А с другой стороны, это все существует только потому, что люди такие вот себе представляют. не знаю, ответил на вас воплощение. Ну, в общем, да, хотя я, конечно, по-прежнему думаю, вот, допустим, написано, что если, скажем, находясь в Индии, там где-нибудь на востоке, проходишь мимо какой-нибудь там статуи, и куда они там рис кладут, там и всякие яблочки, там и так далее, вот, ну и ты тоже там заодно со всеми положишь туда яблочко, вот, то это как бы... Да? Это не важно, что это статуя. Они сами понимают, что это статуя ничего самого не значит, но она воплощает, она символизирует этого Бога. Ты принес статуи, на самом деле, ты принес ему. Он сам тоже не ест и не пьет какой-нибудь сына, я не знаю, кому это он бы звонил. А это просто выражает, ну, на самом деле, нечто похожее происходит. У нас в храме то же самое. На самом деле, те эти запреты, которые относятся к педалопоклонству, они взяты из тех форм поклонения, которые есть в храме. То есть там то же самое, только мы там это делаем Всевышнему. И, в принципе, тоже Всевышнему не нужно ни есть, ни пить. Зачем мы ему возлияние делаем и приносим жертвы и так далее. Это чисто символические такие действия, которые делают что-то с нами. Там и то же самое, но главное, вот, во-первых, то, что сегодня мы прочли, что там предполагается как бы выделение одной какой-то ценности, а не всех вместе, одной какой-то силы, а не сочетание различных сил в мире, которые сложные сочетания, непростые, которые действуют от одного единого начала. И в этом смысле, как бы, я не знаю, может, стоит упомянуть то, что говорил Маниту когда-то, в чем порок и педалопоклонство не в количестве богов, а в том, что оно создает неверное отношение между богом или богами и человеком, и это создает неверное, отражается в неверных взаимосношениях человека к своему ближнему. И это вот самое, на самом деле, это то, что сопровождает человечество все время, отношения между человеком и богом, и отношения между человеком и человеком, это вещи связанные, не отражаются одно к другому. Неправильное понимание Божественного создает неправильные отношения между людьми. Это существенный очень момент, в котором идут друг кукунство. Поэтому, собственно, я так настаиваю, что это моральные вещи. Это просто очень коротко, можно, все, больше не буду отнимать время. Вот, допустим, в России в 90-е годы очень часто нам всем говорили, что, послушайте, вы превратили демократию в какого-то идола. Вы ради того, чтобы только вот была демократия, уже на все остальное не обращаете внимания. Ну, те, кто за это боролся. Вот, и в принципе, да, получается, что идолопоклонство, но такое идолопоклонство, оно как бы не запрещено, в отличие от того, что положить яблочко там около статуи. И вот я вот и думаю, почему одно запрещено, а другое нет. Ну, очень сложно, конечно, все это. Во-первых, я это уже сразу сказала, что сейчас, кроме того идолопоклонства, которое вы здесь скажете, то, о чем мы говорим, что когда человек выделяет одну ценность из других, это как бы тень идолопоклонства. Но это не идолопоклонство само, поэтому это нельзя сравнивать, приравнивать нельзя. С другой стороны, когда нам говорят такое, мы должны взвесить, действительно это так или нет. В некоторых ситуациях, это неверно, например, выход из Египта. Нам могли бы сказать, что вы из свободы делаете идола. Что это вы хотите уходить? Оставайтесь рабами. Есть вещи, которые необходимы для жизни. Вы из еды делаете идол, да. Но я хочу есть просто, я голодный, мне не хватает на пищу. В такой ситуации нельзя сказать, что человек из еды делает идол. Если он делает идол, когда он ест, ради того, чтобы есть, круглые сутки на пирах, выворачивается наизнанку, потом снова ест. Понимаете, что я хочу сказать? Что с этой ситуацией нельзя, я думаю, что это вы скажете, что вы из демократии делаете идол, но оно демократическое. В наши дни, если демократия, то что? То аллергархия какая-то, тоталитарное правление. Трудно представить себе, что это может быть хорошо для народа. В настоящее время. Это действительно нехорошо. Так опыт показывает. Поэтому на опыте поколения мы считаем, что демократия важна. И она вместе с ней приводит и другие позитивные сдвиги в стране. Хотя, конечно, тут много разных компонентов. Не все однозначно. Извините, может быть, я слишком долго. Спасибо, Нахама. Спасибо. Может, есть еще какие-то вопросы у кого? Ну, тогда я добавлю от себя. Я слышал о траве Шерке в вопросе о том, насколько реальны вот эти боги народов. Что есть две линии в иудаизме. Рациональные и мистические. Рациональные линии, в частности, Маймонит утверждает, что это просто фантазия. Их просто нет, они фантазируют. Есть мистическая линия, например, Маймонит, которая утверждает, что это есть некая коллективная душа, например, народов. Или вот как раз, как Гриша очень хорошо привел пример, что какой-то народ в результате каких-то политических событий оказался униженным. Он себя чувствует униженным, да, и он начинает там доставать из старых сундуков какие-то свои традиции, какие-то свои, давайте, значит, возродим традиции, поклонство неважно или какие-то древние религии. И действительно это их воодушевляет, и они начинают там как-то усиливаться, усиливаться, идти войной на другие народы, да. Что это, если вот не какая-то сила. По крайней мере, она дала воодушевление этому народу, чтобы потом идти творить какие-то деструктивные дела, да, приносить в жертву, да, опять же, уже каких-то людей, которые, они делают все это ради какой-то своей идеи, да, которая их объединяет вместе, да. Возможно, что вот это как раз есть вот эти сарим, да, то, что нам говорят, 70 саров, да, у каждого народа. Ну, в общем, я не вижу противоречия с тем, что я сказала, мне кажется. Хотя можно говорить о том, что, то есть, что для нас значит, что они где-то реально существуют, как какие-то субстанции, не знаю, духовные сущности. То, что они в нашем воображении существуют, так как эти духовные сущности. Воображение людей уже, как бы, придаёт им смысл. А существуют они реально или нет, это уже как бы менее важный вопрос, мне кажется. Всё равно их пощупать нельзя никогда. Ну да, что если много людей верят в какую-то силу и, как бы, этим они усиливаются, начинают делать какие-то... Да, она их куда-то двигает, как вы сказали, да. Да, она даёт им какие-то, так сказать, направления в их культуре, их поведению, их представление о мире. Ну, сила, да, как, собственно... Она становится силой в любом случае, да, а не то, что... А что там, если они в духовных мирах что-то, как такое, мистическое или нет, можно это пощупать какими-то инструментами духовными? Ну, как бы, мне кажется, это не существенно даже. Существенно, потому что она реально действует, как силу нашей меры. Да, вот какая-нибудь призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Вот он бродил, бродил, и вот что-то творил, понимаете. Да, так и есть. А потом кому-то хочется, задрав штаны, бежать за комсомолом, да, как раз так. Ну, да, ну, да, вот это очень похожий образ. Я не думаю, что он случайный, что он именно так и выразился, да. Знаете что, давайте, вот действительно мы, как сегодня в основном говорили о долопоклонстве, может, действительно тогда не продолжим про храм? Да, фильм была серьезная, мы хорошо поговорили, и как раз мы потом перейдем к теме храма, да, которая из нее естественным образом вытекает. Да, потому что это не просто, да, вот храм. Хотя он говорит о храме совсем, мне кажется, в другом контексте, в начале, в самом случае. Но в следующий раз про храм, ладно? Да, тогда в следующий раз мы начнем про храм. И, да, может быть, есть что-то последнее добавить или спросить? Ну, тогда всем спасибо за дискуссию. Приходите еще. Спасибо вам, Гриша. Спасибо, Андрей Нехамо. Елена, всем спасибо. Увидимся. Спасибо, до свидания.